МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Красная кнопка. Перегрузка или перезагрузка? Расчеты и просчеты хозяев Белого дома. Как шерифу стать президентом? Памятка Льва Толстого. Библейские страхи американской элиты". Поскольку в Экклезиасте сказано, что перед концом света взойдет рожь, то они расшифровывали это, что перед концом света взойдет Россия. Чему Америка училась у России? Горячие точки на Северном полюсе. Национальный герой США в русском мундире. В дипломатии ошибок не бывает. Там же ни одна госпожа Клинтон делала эту кнопочку. Россия, Америка. Новый сценарий Матрицы и прогноз политической погоды в программе Перезагрузка. Дамы и господа, президент Соединенных Штатов и первая леди. Дамы и господа, президент Соединенных Штатов и первая леди. Мозис, 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 М мирового кризиса вызвала всеобщую эйфорию и надежду на обновление. Обама пришел к руководству Америкой с достаточно мягкими миролюбивыми лозунгами. С точки зрения того, что в Америке называют «софт пауэр» – «мягкая сила». Сила остается, никуда она не денется, но она применяться будет просто тактически, несколько иными способами, и мы должны это учитывать. И учитывать и то, что она мягкая, и то, что это сила по-прежнему. При всей своей меркантильности Америка – очень религиозная страна. Правда, религиозность – это весьма специфично. Американская элита пропитана духом миссианства. Эта фанатичная приверженность особой миссии Америки в мире появившаяся в президентство Бушей нередко приводила США к внешнеполитическим кризисам. Я хотел бы сказать, что, например, в администрации Буша Чейни были специалисты не по внешней политике, а специалисты по Евангелью, по трактовке Евангелия, апокалипсиса, экклезиаста и так далее, и так далее. Поскольку в «Экклезиасте» сказано, что перед концом света взойдет рожь, то они расшифровывали это, что перед концом света взойдет Россия. Рожь они ассоциировали с Россией. Следовательно, восход России нужно остановить, чтобы остановить конец света, предотвратить. Вот это реальные люди в администрации бывшего американского президента. Этот «евангелический» неоконсерватизм, мессианство, да, от него мир просто устал. От него устала даже сама Америка. Поэтому Америка, сохраняя все свои основные постулаты внешнеполитические, ищет просто новые формы, новые методы их реализации. Предвыборная риторика Барака Обама была полна обещаний о кардинальном изменении внешней и внутренней политики. Одним из символов перемен в отношениях с Россией стала «красная кнопка», которую на первой встрече государственный секретарь новой администрации, госпожа Клинтон, вручила российскому министру иностранных дел Лаврову. Кнопка оказалась с подвох. «Красная кнопка» была одним из главных символов Холодной войны. Символом противостояния двух супердержав, символом ядерной угрозы. Об этом даже сочинялись анекдоты. Заходит командир в бункер. «Сержант Иванов, кто нажал красную кнопку?» «Не могу знать, товарищ командир, как не можешь знать?» «Хотя бог с ней, с этой Австралией». Ну, или называлась другая страна, в зависимости от международной обстановки. Дипломатия – искусство тонкое. Здесь каждое слово и каждый жест несет в себе глубокий смысл. Так что подарок новой администрации США России можно рассматривать как некий тайный символ. Ведь надпись на кнопке с ошибкой. На словах речь шла о перезагрузке, а на кнопке написано «перегрузка». Так что же стоит за этим тайным знаком? Ведь на таком уровне случайностей не бывает. «Перегрузка» или «перезагрузка» – термин «красная кнопка» вошел в политический обиход во время Карибского кризиса, когда мир стоял на пороге ядерной войны. Россия и США – единственные страны в мире, способны полностью уничтожить друг друга. Проблема ядерных вооружений, несомненно, остается ключевой и при новой американской администрации. Тем более, что в 2009 году истекает срок договора СНВ-1. Я бы опять хотел вернуться в годы Холодной войны. Вспомним, мы с Соединенными Штатами, тогдашний Советский Союз, находились в достаточно жесткой конфронтации, которая во время Карибского кризиса дошла до самой точки кипения. А что потом началось? А потом началась постепенная выработка письменных зафиксированных соглашений об обязательствах обеих сторон об открытом небе, о сокращении и ограничении ядерных боеголовок, средств доставки. Проблема в том, что к концу декабря нынешнего, 2009 года, истекает действие последнего российско-американского соглашения. И мы оказываемся, мы Россия, с Соединенными Штатами, вообще не имея никаких соглашений, кроме дипломатических, торгово-экономических, а суть в конечном итоге в военно-политической сфере. В дипломатии ошибок не бывает, поэтому символическое вручение красной кнопки в период финансового кризиса и довольно напряженных взаимоотношений, несмотря на миролюбивую риторику, может иметь и другой подтекст. Поэтому мы должны признать одну из двух. Либо считать, что американский госдепартамент – абсолютно непрофессиональная организация, позволяющая себе ошибки, которых, извините, Зимбабва не допустит в дипломатических делах. Либо исходить из того, что намек был совершенно на другую. Мне больше нравится вторая версия, потому что в непрофессионализм американцев я не верил, не верю и не поверю. Если же они хотели сказать именно то, что сказали, то получается следующее – наши отношения перегружены. И этот перегруз может привести к чему угодно, вплоть до красной кнопки. Иными словами, США вежливо намекали, что у нас существует реальная опасность войны. И что с этой реальной опасностью, может быть, можно и нужно что-то сделать. Но при этом они полагают, что мяч на нашей стороне, то есть что-то делать должны мы. Смотрите далее. Горячая точка в полярных льдах. А место цельное и прибыльное. Там есть за что повоевать. Большие плюсы холодной войны. Безусловно, американцы уважают силы. Политика – это продолжение экономики. Поэтому все внешнеполитические шаги новой администрации США надо увязывать с главной проблемой Америки – выходом из кризиса. Для этого существуют четыре сценария. Это, соответственно, стандартные версии. Не делать ничего, рано или поздно все образуется. Сразу отметаем, не для американцев, не их стиль, не их логика. К тому же, исторический опыт, когда эту политику избрал в свое время Говер, не делать ничего, привело к невероятной депрессии, а Говер остался в памяти американцев не лучшим из президентов. Другой сценарий выхода из кризиса, по которому пока пошла администрация Обамы, это модернизация финансовой системы, усиление контроля над биржевыми операциями. Обама выходит из ситуации с печатанием дополнительных триллионов долларов. Это, конечно, создает большие трудности. Но дело в том, что за последние все-таки 40 лет ситуация в мире сильно изменилась. Третий сценарий – возможного выхода из кризиса. На месте лопнувших мыльных пузырей в сфере недвижимости, страхования и банковских операций надуть новые. Создать принципиально новые финансовые отрасли в области био- и нанотехнологий. Пока мир спорит о том, можно или нельзя колонировать, нужно ли не нужно встать стволовые клетки, опасны ли не опасны генномодифицированные растения, США продолжают тоже об этом спорить на страницах газет. В реальной политической жизни создает биотехнологическую промышленную организацию, которая скупает все патенты по биотехнологии, высушивающие в мире. А не так давно Барак Обама подписал исследование разрешения по стреловым клеткам. И колонирование они тоже разрешат у себя. И пока остальные не будут спорить, они будут набирать у себя новые технологии. Принципиально другого плана. Которые, между прочим, и на кризис будут отличным ответом. Четвертый сценарий. Война всегда была стимулом для бурного развития экономики. Сегодня США имеют самый большой военный бюджет за всю историю. И последний вариант опробированный. Вложить деньги срочно в военное производство. Закрутить его. Военные просто будут требовать создавать рабочие места. И одновременно требовать сталь, алюминий, электронику, все что угодно. Экономика придет в движение. Поэтому, если в ответ на кризис вы увеличиваете военное производство, это означает только одно. Вы готовитесь к войне. Вы считаете, что через некоторое время возникнет война. С вашим участием или без него, это не суть важно. Важно, что вы сможете это военное производство туда продать. Насколько реален подобный сценарий? Нынешний кризис нередко сравнивают с временами Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Американские газеты уже окрестили Обаму новым Рузвельтом. Действительно, Рузвельт был самым ярким и неординарным президентом Соединенных Штатов. В чем загадка Рузвельта? Невероятно, но секрет его мудрости и прозорливости исходит из России. В 70-е годы 19-го века в одном из лесистых, гористых американских штатов был шериф, который поймал двух бандитов и под угрозой Винчестера трое суток вел их через леса, через горы, для того, чтобы сдать этих бандитов соответствующим инстанциям. Спать он не мог, чтобы они не убежали. Поэтому ночью этот шериф разжигал костер, усаживал бандитов, наставлял на них Винчестер, а сам при свете костра читал только что переведенного на английский язык Льва Толстого. Потом этот шериф стал президентом Соединенных Штатов Теодором Рузвельтом. Крутой, между прочим, был президент. Политику Рузвельта по выходу из кризиса обывателям представляют, как массовое создание новых рабочих мест за счет общественных работ, развития инфраструктуры и других богоугодных дел. На самом деле, и это тщательно замалчивается, рост экономики был достигнут за счет развития военно-промышленного комплекса. Заметьте, что в 1932-м, когда Рузвельт пришел к власти, Америка резко увеличила производство авиации, еще до прихода к власти Гитлера в Германию. И Америка начала немедленное строительство всех кораблей, на которые она имела право, по Вжентонскому договору. То есть сразу же были выделены средства, началось активное строительство. Экономика зашевелилась, Америка стала выходить из кризиса, а расплачиваться за это через 6 лет пришло жителям Европы. Потому что данная политика неминуемо вела к войне. Россия никогда напрямую не воевала с Соединенными Штатами. Напротив, во времена войны за независимость именно Россия обеспечила победу молодой республики. Я бы хотел вспомнить, что Америка вообще-то получила независимость во многом благодаря России, когда императрица Екатерина объявила принцип вооруженного нейтралитета, что позволило, между прочим, французам тогда на своих кораблях подвозить оружие американским повстанцам и французских интернационалистов, как бы мы сказали сегодня, которые, между прочим, в одной из решающих битв обеспечили, по сути дела, американскую независимость. А косвенно обеспечил русский флот, который не давал англичанам возможности блокировать Соединенные Штаты, боровшиеся за независимость. Жители североамериканских штатов с восторгом встречали Андреевский флаг у своих берегов. Но вот парадокс, и молодая республика внесла посильную помощь российской монархии в борьбе за Черноморское побережье. Нынешним американским военным морякам, прежде чем влезать в Черное море, стоит вспомнить уроки истории российского флота. В 1787 году двор императрицы Екатерины II был шокирован. Новоиспеченный контр-адмирал российского флота преподнес государыне Конституцию. Но смельчак не был наказан, а наоборот обласкан и с почестями отправлен к месту службы, на Черноморский флот. Это был легендарный основатель американского флота, герой борьбы за независимость Соединенных Штатов Джон Поль Джонс. О его морских победах над англичанами ходили легенды, но со временем Джонс перестал быть нужен американской республике. Он поступил на службу России. Во время войны с турками Джонс участвовал во взятии Очакова, дружил с Суворовым, Кутузовым, Багратионом. Екатерина II даже хотела сделать его командующим Балтийским флотом, но кознь английских дипломатов разрушили блестящую карьеру флотоводца. Он умер в Париже в русском морском офицерском мундире. Позднее его прах перевезли в США. Международная политика не может строиться на эмоциях. В последние годы американская администрация со своими мессианскими устремлениями нередко забывала об этом и нарушала нормы и законы международного права. В российско-американских отношениях не хватало здорового прагматизма. Если продолжится неоконсервативная, свойственная, я бы сказал, дух учения, тактика постоянного давления, мелких булавочных уколов, бессмысленных обвинений. А вспомним, что ситуация в российско-американских отношениях обострилась в 2003 году после выступления Чейни в Риге, где он обвинил Россию во всех смертных грехах. И мюнхенская речь Путина была всего-навсего ответом на выступление Чейни. Об этом в Америке вспоминать не любят. Давайте снизим накал риторики, давайте снизим накал идеологических подозрений, давайте выйдем, еще раз повторю, на ответственные, серьезные, реализуемые соглашения в военно-политической сфере. Вот такая перезагрузка ни у кого не вызывает, мне кажется, сомнений в России. Смотрите далее. Матрица-перезагрузка. Бремя выбора. Прекрасная идея, и, казалось бы, каждый может поддержать ее. Русский взгляд на красную кнопку – наш ответ Чимберлену. Так противостояние будет обязательно. В культовом фильме «Матрица-перезагрузка» после отчаянных схваток и испытаний герой вдруг обнаруживает, что на самом деле новая «Матрица» оказалась повторением прежних. Мир не меняется, меняется наше отношение к нему. Гамлетовская дилемма «Быть или не быть» сегодня будет звучать несколько иначе. Перегрузка или перезагрузка – вот в чем вопрос. В известном фильме «Матрица-перезагрузка» Оракул говорит главному герою Нео, «Меня интересует только одна вещь – будущее, и единственный путь добраться до него – это быть вместе». В этом контексте будущее российско-американских отношений состоит в отказе от стереотипов мышления холодной войны. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев после встречи с Бараком Обамой. В обновленной «Матрице» российско-американских отношений прежние противоречия сохраняются, но появляется возможность создавать новое будущее на основе единых правил и законов, тем более, что оба президента – и Россия, и США – профессиональные юристы. Все дело в выборе и контроле. Эта мысль красной нитью проходит через весь фильм. В истории российско-американских отношений были разные периоды. Какой уровень выберет новая американская администрация – покажет время. Вот противостояние будет обязательно. Оно, конечно, выгодно, но выгодно всем. Оно выгодно нам, выгодно США, выгодно окружающим странам, потому что в этом противостоянии происходит развитие, движение, история меняется, создается новая техника, создаются новые идеи. А если противостояния нет, у нас возникает однополярный мир, который быстро наскучивает даже самому себе. И в этом плане, да, нам выгодно иметь антагонистическую систему. Нам выгодно иметь противостояние. Нам нужна гонка вооружений. Нам нужна космическая гонка. Нам нужна гонка в нанотехе. Причем нам человечеству. Потому что в конечном счете мы пользуемся сейчас мобильной связью, в том числе и по той решению, что в 50-е и 60-е годы была гонка космических программ. И среди многих других вещей, которые нужно было решить, была и вот эта. Что произойдет при нажатии кнопки «Ресет»? Перезагрузится матрица холодной войны или разрядки, насколько окажутся совместимы операционные и политические системы двух стран? Вот в чем вопрос. Безусловно, американцы уважают силы. Американцы уважают тех, кто уважает самих себя. К сожалению, в второй половине 80-х, в начале 90-х годов ситуация складывалась, как известно, не в нашу пользу. Мы резко ослабели и в значительной степени потеряли самоуважение. Вот если иметь в виду под перезагрузкой возврат в первую половину 90-х годов, когда Россия соглашалась со всем, то этой перезагрузки не будет никогда уже вообще. Если иметь в виду под перезагрузкой доминирование американских интересов на постсоветском пространстве, прежде всего в Грузии и на Украине, то я думаю, Россия будет противодействовать этому до конца. Сегодня политика все больше зависит от экономики, а не от идеологии. Ядерная война невыгодна. Ее не будет, потому что у нее никто не даст денег. Но четвертый сценарий выхода из кризиса путем вложения в военно-промышленный комплекс делает почти неизбежным локальные конфликты. Возможной горячей точкой такого сценария может стать самая холодная часть планеты. США имеют сейчас самый высокий военный бюджет за всю послевоенную историю. Причем это чисто военный бюджет, компания в Ираке проходит отдельной статьей. Это означает, что США точно уже избрали план выхода из кризиса за счет военных расходов. А вот дальше уже возможны варианты. Самый неприятный для нас и самый естественный вариант – война США и России за Арктику. Война, конечно же, ограниченная. Не надо передумать и бояться того, что будут кидать ракеты все во все стороны. Ничего такого не ожидается. В этом случае минимальной целью для США является присвоение себе ресурсов Арктике. Ну, в данном случае того, что мы называем российские полярные владения. А место цельное и прибыльное. Там есть за что повоевать. Возможен ли такой вариант? Недавно в печати появились сообщения о создании в США специального Арктического флота и полярных войсковых подразделений. Последние исследования показали огромные запасы стратегического сырья на российском шельфе. При этом на кону стоят довольно приличные ценности и еще более приличные будущие доходы. И тем не менее, это конфликт на задворках мира. При этом он, в общем-то, не угрожает реальной целостности и существованию России. И в этом плане есть основания считать, что Россия тоже захочет удержать его в локальных рамках. То есть не воспримет этот конфликт как повод к полномасштабной ракетно-ядерной войне. Символическая красная кнопка, переданная России, может означать, что США не исключают и такой вариант выхода из кризиса. Какой знак может в ответ послать Россия? Что здесь может быть ответом? Мы должны продемонстрировать, что у нас есть собственная схема выхода из кризиса. Что мы из него выйдем раньше других. И что эта схема не предусматривает и не нуждается в введении войны и других крупных проблемах. То есть, иными словами, нашим единственным ответом будет следующее. Мы вообще-то свое будущее построили. Хотите, присоединяйтесь. Не хотите, но вам же хуже будет. Россия тоже много чего подарила Америке. Поддержку в борьбе за независимость. Прекрасные вертолеты русского конструктора Сикорского. Высокооктановый бензин, изобретение русского ученого Ипатьева. Цветное телевидение Зворыкина. Томик Толстого для Тедди Рузвельта. Даже взрыватель для первой американской ядерной бомбы сделал русский физик Георгий Кистяковский. Знаменитая схема высадки американцев на Луну тоже носит русское имя. Трасса Кондратюка. А в ответ Россия получила от США красную кнопку с двусмысленной надписью. Америка и Россия – две супердержавы. Даже самой природой они обречены на соперничество. Но вряд ли на противостояние. 140 лет назад состоялась встреча императора Александра II и писателя Марка Твена, который написал в своем приветствии буквально следующее. Америка многим обязана России. Она состоит должником России во многих отношениях и в особенности за неизменную дружбу в годины ее испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России живет и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком. Вот на такой ноте и хочется нажать кнопку «Ресет», то есть перезагрузку. В 2010 году исполнится 35 лет со дня исторического рукопожатия на орбите Земли. Программа «Союз Аполлон» показала, что даже в период Холодной войны две великие державы были способны вместе решать глобальные задачи, стоящие перед человечеством. Сегодня не только в космосе, но и на Земле есть масса глобальных задач, которые две державы могли бы решать рука об руку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok